Скорая помощь с трудом проезжает по улице Перенсона, что уж говорить об остальных машинах. На часах 9.30 добраться до работы вовремя тут уже никто особо и не надеется. Пробки из-за перекрытий дорог были неизбежны, а тут еще и аварийное отключение светофоров. Сразу на восьми перекрестках в центре города. Как говорится, утро понедельника приятным не бывает. Я выехал, как обычно, но сейчас как бы время отпусков, машин мало. Но вот тут какой-то вот этот вот коллапс. Кланы поменять пришлось? Ну да, уже меняю по ходу. Дольше стоите, чем обычно? Ну да, конечно. Обычно успевали на 9 часов. Ну, сейчас уже надо, вот опоздаю. Считывая того, что я ехала 2 часа, час вернее, с Сноуборска, еще час по центру и опаздываю на работу. Символом этого лета в Красноярске стали вот такие бетонные блоки, лежащие на дороге. Водители уже, наверное, сбились со счета, сколько улиц перекрыто в городе. Ленина, например, ремонтируют по частям. Только вчера машины пустили по отрезку от Парижской коммуны до Вейнбаума и тут же закрыли следующие три квартала. От Вейнбаума до диктатуры пролетариата. Такая схема сохранится почти на две недели до следующей пятницы. Причем важно заметить, что на улице Кирова направление движения на этот период поменялось на противоположное – от Маркса до Ленина. Ну, а 17 августа рабочие переместятся еще на три квартала дальше. Полностью убрать перекрытие в центре планируют ко дню города – 25 августа. Те улицы, которые находятся в периферии центра, это Робеспьера, профсоюзов, они будут сделаны. Вот у нас было 42 объекта в начале года, заявлено на торги. Из них 38 объектов практически уже завершены. То есть мы говорим о том, что программа, которая ставилась, та задача, она практически исполнена. Но и за пределами центра работы еще остается много. Самый большой объем на Копылово – от Ладокецхавели до Керенского. Впрочем, сегодня утром здесь царило удивительное спокойствие. Там, где ожидалась главная пробка, дорога была почти пустая. Видимо, все, кто раньше пользовался этим путем, зная перекрытие, постарались объехать его как можно дальше. Но и перенастройка светофоров сыграла свою роль. Со стороны свободного по Ладокецхавели время горения светофорного объекта там ограничено порядка 25 секунд. Потому что понимаем, что весь поток, который шел раньше по Копылово, он теперь поехал по Ладокецхавели в сторону Новосибирска. И поэтому основной приоритет отдан именно движению со стороны улицы Копылова. В центральной части и на улице Копылова светофорные объекты, наверное, порядка уже 30 объектов, которые мы постоянно перенастраиваем в течение рабочего дня. В отделе мониторинга уличнодорожной сети следят за обстановкой в городе в реальном времени. Как только на экранах отображаются заторы, специалисты стараются принимать меры. С помощью переключения светофоров перенаправляют потоки машин, а к обесточенным регулировщикам высылают рабочих с электрогенераторами. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Енисей, Новости.